Эфир нашего телеканала продолжают новости в студии Анастасия Петраш. Здравствуйте и смотрите в сегодняшнем выпуске. Подготовка к старту. На Восточном закончили сборку ракеты к предстоящему пуску. За счет реструктуризации бюджет Преамурия пополнится более чем на 6 миллиардов рублей. Контроль за агитацией в Преамурии за частотой выборов будет следить специальная комиссия. Живые свидетели истории. Благовещенские студенты встретились с жителями блокадного Ленинграда. Об этом и не только расскажем в ближайшие минуты. Не переключайтесь. Ракету-носитель «Союз-2.1а» собрали к запуску на с космодрома «Восточный». Специалисты предприятий «Роскосмоса» состыковали все части космического аппарата. Вывоз ракеты на стартовый комплекс запланирован 29 января. В составе головной части находится разгонный блок фрегаты, космические аппараты. Среди них аппарат мониторинга чрезвычайных ситуаций «Конопус-В» номер 3 и номер 4. И спутники дистанционного зондирования Земли. Готовы ли ракета-носитель к вывозу на стартовый комплекс решат специалисты на заседании государственной комиссии. Пуск «Союза-2.1а» с космодрома «Восточный» намечен на 1 февраля 2018 года. Бюджет Преамурия пополнится на 6 миллиардов рублей. Большую часть суммы, почти 5 миллиардов, удастся получить за счет реструктуризации бюджетных кредитов. Накануне глава региона Александр Козлов обсудил с региональными министрами и зампредами подходы к уточнению главного финансового документа на текущий год. В феврале депутаты ЗАГС Собрания скорректируют объем доходов региона. Сумма превышает 1,5 миллиарда рублей. Это необходимо для получения федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, рассказала министр финансов Амурской области Татьяна Половайкина. После подписания соглашения о реструктуризации бюджетных кредитов, область сможет дополнительно восстановить расходы на более чем 4 миллиарда рублей. Около 2 миллиардов будут направлены на увеличение минимального размера оплаты труда. Объем дорожного фонда Преамурья увеличится на 1 миллиард. Контроль за незаконной предвыборной агитацией усилят в Преамурье. В области начала работать специальная комиссия. Случаи нарушений были зафиксированы в нескольких регионах России. В частности, речь идет о нарушениях при распространении печатных материалов в поддержку кандидатов в президенты страны. Незаконными признаются агитационные материалы в СМИ, оплаченные не из избирательного фонда претендента. Кроме того, будут отслеживать случаи, когда такие материалы распространяются без уведомления Центра избиркома. Между тем, ряд подобных нарушений зафиксировали в некоторых регионах страны. Поэтому амурчан просят сообщать в избирательную комиссию региона обо всех случаях незаконной агитации. 19 лет строгого режима Амурский областной суд оставил в силе обвинительный приговор похитителю 10-летней Кати Бачуриной. Апелляционная жалоба похитителя девочки не изменила решение Райчихинского городского суда. В ближайшее время Сергея Пономарева переведут из Благовещенского СИЗО в колонию строгого режима. Напомню, два года назад, 21 января 2016 года, похититель насильно посадил в свой автомобиль 10-летнюю школьницу и увез ее из Еврейской автономной области в Преамурье. Через двое суток его задержали и спасли ребенка. 25 января Амурский областной суд, рассмотрев апелляцию осужденного, оставил приговор без изменений. 41-летний хабаровчанин проведет в колонии строгого режима 19 лет. Три с половиной года лишения свободы получил директор строительной компании «Березки». Суд признал бывшего руководителя виновным в растрате денег дольщиков. Почти 6 миллионов рублей он потратил на собственные нужды. Во время следствия было установлено, что подсудимый получил деньги от Амурского ипотечного агентства на строительство жилья для людей, которые участвуют в жилищных программах, принятых правительством региона. Однако обещанные 10 квартир в селе Чигири так и не были возведены. Также по решению суда бывшего директора обязали полностью возместить ущерб агентству и вернуть им 5 миллионов 800 тысяч рублей. Водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Этот момент зафиксировали камеры видеорегистратора. Кадры нам предоставил очевидец ДТП. Оно случилось 24 января примерно в 12.20 на перекрестке Игнатьевское шоссе и Студенческое в Благовещенске. Микроавтобус светлого цвета сбил мужчину, который переходил дорогу на зеленый. При этом у автомобиля отлетело боковое зеркало. Как видно на кадрах, водитель остановился и подошел к пешеходу. Однако скорую помощь и сотрудников госавтоинспекции не вызвал. Это грубое нарушение правил дорожного движения, отметили в Благовещенской полиции. Пострадавший обратился в травмпункт с ушибами. Сотрудники ГИБДД просят откликнуться свидетелей ДТП. За непредоставление преимущества пешеходу и оставление места происшествия Лихачу грозит лишение водительских прав. 74 года назад в Ленинграде объявили о снятии блокады. 900 дней жители города пытались выжить под обстрелами фашистов и освободить Ленинград от оккупации. Сегодня в Амурской области осталось всего 9 человек жителей блокадного города. Они встретились со студентами, чтобы рассказать каждой свою историю. Ей было всего 10. Самое страшное, что запомнилось – холод, голод и воронки от снарядов по всему городу. Отец в 41-м ушел на фронт. Погиб. Мать отправили в командировку. Вернуться в Ленинград к родной дочери она так и не смогла. Маленькая Лидия осталась в городе с бабушкой, которая отказалась уезжать. Думала, война скоро закончится. Официально блокада Ленинграда началась 8 сентября. За два дня до этой даты во дворе упал снаряд. Я спасла от этого снаряда, который попал в соседний дом. Я сначала сидела под этим окном и читала книгу. Она заставила перейти в кухню. Поэтому стекла на меня не попали, не порезали. Ну и потом спасала как могла. Так что благодаря ей я все-таки выжила. Помнить свою историю, свои корни и никогда не повторять ошибок прошлого. Главные задачи, которые стоят перед поколениями, делится председатель комитета по военно-патриотическому воспитанию. Мой родной дядька в 42-м году, заканчивая речное училище, Благовещенское речное, и был направлен на Балтийское море. И там прошел всю блокаду. И там он нашел и счастье свое, и любовь свою. И после войны он проработал до дней последних в Ленинграде. Подобные встречи с молодежью считает Александр Пинчук как хрупкий мост между прошлым и настоящим. Пока у студентов и школьников еще есть уникальная возможность встретиться с теми, кто пережил и выжил в блокаду. Она считается одним из самых страшных событий Второй мировой войны для России. В этой войне погибло около 600 тысяч людей. Блокада Ленинграда продолжалась около трех лет. И освобождение Ленинграда было в 43-м году. Основное окончательное освобождение было произведено в 44-м году. 27 января Благовещенск присоединится ко всероссийской акции «Свеча памяти». Ровно в 19 часов всех неравнодушных горожан просят зажечь свечи и поставить их на окно. Тем самым почтить память жителей и защитников блокадного Ленинграда. Ирина Кобзарь, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Кинотеатр Амурского областного дома народного творчества начнет показывать фильмы для людей с ограниченным слухом и зрением. Картины, которые будут демонстрировать в АУДНТ, оснащены субтитрами. Кроме этого, планируется использовать и тифло-комментирование. То есть, голос за кадром будет описывать все происходящее на экране. Проект осуществляется в рамках государственной программы «Доступная среда». Мы приготовили золотой фонд российского кинематографа. Люди смогут увидеть 34 картины, среди которых «Иван Васильевич меняет профессию», «Родня», «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Именно самые лучшие фильмы специалисты адаптировали для людей с ограничениями. Первый фильм покажут 10 февраля, а АУДНТ вошел в число кинотеатров и кинопрокатных организаций России, которые получили разрешение на безвозмездную демонстрацию картины золотой коллекции киноконцерна «Мосфильм». 28 января во всем мире пройдет день отказа от интернета. Не дожидаясь этой даты, первыми отложили в сторону телефоны и планшеты ученики 28-й Благовещенской школы. Здесь в качестве эксперимента провели один урок в духе советского времени, без современных технологий. Как оказалось, жить без доступа к глобальной сети можно и очень даже интересно. Правда, быть оторванными от цивилизации, если решаются, то ненадолго. Почему, узнал наш корреспондент Юрий Камышный. «Международный день без интернета. Вся наша планета, вся планета будет этот день проводить без интернета. А как это без интернета?» Ни социальных сетей, ни интересных сайтов, лент новостей, виртуального общения. Мир без интернета, как пустыня, где нельзя выжить человеку. Всемирная сеть сегодня окутала все сферы жизни современного общества. В стороне не остались даже самые маленькие, которых также затянуло в эту паутину. Без интернета придется отказываться от многих любимых занятий. «Без телефонов, планшетов и интернета. Не играть на ноутбуках. Не играть в жойстики. Ох, как хорошо!» На уроке без интернета тему занятия на доске пишут по старинке – мелом. На партах – подзабытые шашки, раскраски и прописи. Ученикам первого «Б» рассказывают плюсы и минусы современных технологий. Отказываться от них полностью нельзя, но нельзя и забывать о простом личностном общении, которое намного интереснее и увлекательнее. Впрочем, первоклашки еще знают, что такое играть не по сети, разговаривать вне чата и узнавать что-то интересное не на сайтах, а у соседа по парте. Учителя начальной школы еще могут представить своих подопечных без различных гаджетов. «Пока мы еще представляем, потому что первоклашки – это дети, и у них еще присутствует игровая деятельность, и мы можем играть. Играть, беседовать. У нас вот началось занятие беседовать, мы выявили правила играть, еще рассуждать есть правила». На уроке информатики все компьютеры выключены. Девятиклассники дискутируют, можно ли сегодня отказаться от всемирной паутины. Павел Матвеев уверен – можно, но полностью забыть о кладезе информации он не намерен. «Ну, конечно, я в своей жизни сейчас не представляю без интернета жизнь, так как учащий в школе, мне нужна информация, которая мог найти только в интернете». Интернет-зависимость как психическое расстройство еще в 1995 году описал американский врач Голдберг. И сегодня ученые бьют тревогу. Дети все больше времени проводят, сидя у компьютера или в мобильном. Хотя этот отрезок для подрастающего поколения не должен превышать часа. Тем не менее, современная молодежь ушла в социальные сети, как говорится, с головой, иногда даже теряя чувство реальности. «Даже переходя улицу, дети держат в руках телефоны, общаются, пишут, пишут, передают. Поэтому для того, чтобы не возникала зависимость у детей, конечно, нужно об этом говорить, рассказывать, как нужно правильно пользоваться интернетом. Но об этом должны говорить и родители в семье». Родительский контроль – одна из важных составляющих для несовершеннолетних пользователей интернета. Свободный доступ в различные соцсети – это не только возможность узнать полезную информацию, но и шанс попасть в ловушку интернет-мошенников и даже преступников. Такие уроки призваны научить ребят, что нужно делать, если пришло подозрительное письмо и к кому в первую очередь нужно обращаться за помощью. «Предупреждаю родителей, если что, чтобы мне подсказали, можно ли там в соцсетях состоять или нет». «То же самое, обязательно надо предупреждать родителей». Урок без интернета закончился, а виртуальный трафик – нет. После звонка ребята вновь увлеченно погрузились в мир, где нет сложных формул, математических расчетов, а Пушкин представлен цитатами. На переменах школьники спешат отправить очередное сообщение или селфи друзьям, а может выложить его в группу. Открыто пользоваться телефонами с приложениями. На занятиях пока еще нельзя. В Благовещенске будут возрождать казачьи традиции. В феврале в областной столице в рамках празднования 160-летия Преамурья пройдет тематический конкурс «Традиции предков храним». Конкуренцию в этом проекте маститым мастерам составят городские школьники. По мнению организаторов, конкурс в первую очередь будет интересен тем, кто желает познакомиться с этнографическими особенностями самобытной культуры и быта казачества Преамурья. На сото-жюри будут приниматься работы, посвященные будням казаков. Изделия могут быть выполнены в любой технике. Среди номинаций «История казачества», «Культура и традиции казачества», «Казачество в лицах», «Быты и устой казачьей семьи», «Сувенирная продукция». Принять участие в этом проекте может любой желающий старше 12 лет. Интересно, что на конкурс уже заявились ученики 22-й и 17-й школ. Прием документов будет осуществляться до 15 февраля, а подведение итогов и награждение победителей состоится через неделю, 22-го числа. Лучшие работы в будущем могут стать основой для создания сувенирной продукции. Эта тема настолько актуальна сейчас для нас, потому что ни в городе Благовещенске, ни в Амурской области, но вот, к сожалению, мы похвастаться такой сувенирной продукцией не можем. А по большому счету, тема казачества может стать брендом города Благовещенска, может стать своеобразным брендом и для всей Амурской области. На этом у меня все. Пересматривать понравившиеся сюжеты можно в социальных сетях на страничке Амурского областного, в Фейсбуке и Одноклассниках, а также на сайте Амуробл.тв. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова